Пятилетнему мальчику устранили врожденную катаракту. Это сделали сахаринские врачи. Такую операцию в регионе провели впервые. До недавнего времени лечились островитяне на материке. Подробности расскажет Валерия Елисеева. Надежда вместе с пятилетним сыном приехала из Смирных. У мальчика частичная атрофия зрительного нерва. Из-за этой патологии ребенок не видит с рождения. Пройдя обследование в областном центре, врачи поставили диагноз катаракта обоих глаз. После сдачи всех необходимых анализов назначили операцию. Более спокойный стал ребенок. Я понимала, что надо куда-то ехать дальше, за пределы Сахаринской области. Но мне сказала в областном больнице детская, офтальмолог, что не надо никуда ехать, можно здесь провести. А вот этого неразначили день операции. Все, 5 сентября, вот мы здесь, и сегодня эта операция состоялась. И надеюсь, что все-таки моему олигану повезло, и он будет видеть. В островном регионе такую операцию для детей проводят впервые. Для устранения катаракты применят метод фокаспирации. То есть удаляют помутненный хрусталик и имплантируют линзу. Это позволит свету проникнуть в сетчатку и даст возможность ребенку видеть. Так как катаракта затрагивает оба глаза, операция будет состоять из нескольких этапов. После первой процедуры маленькому пациенту необходимо пройти реабилитацию зрительной функции, чтобы искусственная линза смогла адаптироваться. На это потребуется около месяца. Лишь после этого можно будет приступить ко второму хирургическому вмешательству. Вот, только что закончилась уникальная операция по имплантации или по установлению искусственного хрусталика ребенку пятилетку, у которого была выраженная катаракта. Операция прошла быстро, операция прошла без осложнений интероперационных. Ну, собственно, слов нету, одни эмоции. И самое главное, на что я надеюсь, что наша операция даст положительный результат в плане восстановления и реабилитации зрительной функции. За последние три года в Сахалинской областной больнице развивают витриоретинальную хирургию. Она позволяет врачам проводить операции внутри глаза, не повреждая оболочки и восстанавливая его структуры. Это особенно актуально не только при отслойке сетчатки и различных патологий, но и при врожденной катаракте. В частности, мы хотим еще заняться патологией роговицы, в частности, пересадкой роговиц. Это очень сложная задача, еще, наверное, сложнее, чем витриоретинальная хирургия, потому что она связана еще и с документацией. Но я думаю, что мы и с этим справимся, и еще больше разовьем офтальмологию, и будем гордиться офтальмологии Сахалинской области. Сейчас в отделении отмечают его оснащение. Оно позволяет сократить время операций, повысить их качество и увеличить объемы. Теперь за год островные врачи смогут оказывать медицинскую помощь более 3000 пациентам.